Хорошо, так как мы решили вопрос о минимальном сумме бизнеса, это хороший момент решить еще один известный геометрический, экстремальный, классический. Раз мы решили задачу о минимальном сумме расстоянии, то стоит решить другую знаменитую классическую экстремальную задачу. Это проблема, это называется паньяно-проблемом. Триангер. Триангер означает, что эти вертисы стоят на стороне этого размера. А-1, D-1, C-1. Мы взяли на маленький период. То есть задача регулируется так. Писать данный трехугольник, трехугольник наименьшего периода. Обычно эта задача решают для островугольного трехугольника. Итак, мы рассчитываем, что трехугольник ежедневно. Стрехугольник ежедневно для трехугольного трехугольника. Дальше на трехугольника для островугольного трехугольника. Я думаю, что это тоже дегенеральное состояние, как в Фермарте или Букудо. Это не так интересно. Но, первое, я попробую физическую интуицию. Сначала я испытаю вашу физическую мудричность. Таким образом, нам понадобится другим физическим экспериментом. Таким образом, представьте, что наш тренинг сделан из дерева. Проблем. Проблем. И мы поставим крючок на каждой стороне. И затем я возьму крючок, резиновый крючок. И поставлю его через крючок. И делаем крючок. И делаем крючок. Как я не знаю. И это будет хорошо. Опять же, мы осуществим, что нет фрикции. Таким образом, когда он уничтожит, я получу минимум период. Таким образом, все будет прекратить. И все будет прекратить. Мощные будут прекратить. Все крючки будут прекратить. Таким образом, опять же, вторая часть. Мы посмотрим на силы, которые действуют на крючок. Теперь посмотрим, какие силы действуют на каждое количество. Какие силы – это? Какие силы будут на это количество действий, депутации возле этих действий? Какие силы будут на это количество действий? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как выбрать зафиксированные две точки, а третью будем верить напрямую. Как ее выбрать, чтобы сумма была на минимальном стоянии. Можно? Вы должны знать эту проблему. Я показываю. Но решение другого. Нет, нет, нет. Но вы говорили правильные вещи. Вы говорили правильные вещи. Мы снова используем эту метод в русском стремление. Для того, чтобы сделать сумму двух секунд, мы должны поменять сумму с точки зрения стремления. Но здесь я не могу сделать, потому что с точки зрения стремления здесь. Таким образом, я могу поменять эти два секунды с другим полином, с точки зрения стремления на различных сторонах. Хорошо, я буду показывать. Мы возьмем любые два точки зрения которые они должны поменять в одну сторону, в рейтинге, в рейтинге, в рейтинге, в рейтинге. А теперь, сумма этих двух секунд равна сумма этих двух секунд. С точки зрения стремления. Правда? c1x плюс xb1 is equal to c1x плюс xb2 But this second sum is easy to minimize легко минимизировать We can draw a sequence and change the reception point This will be a1x So this problem also shows you one of the famous examples of the application of reception It's one of the famous example of the use of this Asi-O8 matrix If only one point If I can move only one point Then this will be this is how I find the solution Now let us make loose two points освободим две точки And third will be zero So I will have this Я использую две стороны моего триггала. А, Б, С. С, Б и С. Ну, это не так. Это не так. Я только у меня есть точка. Я, Б, С, Б, О и К, и Д. И, Б, С, Б, С. Я желаю сделать полную сторону. Мне уже есть точка. Как я найти? Если вы начнете с этой стороны, то здесь, если вы понимаете, если вы используете это, то здесь есть, я думаю, что это не самая, но я не знаю, что это не самая, но то, что это не самая. Продолжение следует. У нас начинается значение, независимо с какой стороны вы начинаете. И вы начинаете снять свою душу. И это снять свою душу. Но мы не можем сделать это. И это еще есть. Может, вы вы помниете. Если нет, вы не верите. Так, так... Так... Если мы, по примеру, а мы... Если мы решим точку X, то есть, чтобы найти Y, я знаю, как найти Y. Я должен реализовать точку C1, и скидку C2, и затем я буду подключить его к X. Это означает, что не важно, где X, на любом X я буду делать это так. Это означает, что линия x-y, если я хочу, чтобы периметр был на чаще, то я должен иметь линию x-y, которая проходит через c-2. Если я хочу, чтобы периметр был на чаще, то прямая x-y обязательно через c-2 будет проходит. Если бы она не проходила через c-2, то можно было бы сдвинуть y так, чтобы она прошла и получили показы. В таком случае, если я рефлеклю точку c-1 в b-c и здесь, c-3, то для того же смысла, что линия x-y, то для того, чтобы периметр был на чаще, то для того, чтобы периметр был на чаще, чтобы периметр был на чаще. Это будет точка а1, это будет точка а1. Теперь, чтобы периметр был на чаще, что это действительно действительно требуется, для того, чтобы не было правило. Давайте возьмем все два точки x и y, которые мы уже оставили, и знайте, что ч-2y, это же элемент, то стоит этот элемент. И ч-1x, то стоит xc-3. Итак, C1Y плюс YX плюс XC1, the parameter of this triangle, is equal to the length of the polyline C2Y plus YX plus XC3, which is not less than the second C2C3, which is the perimeter of triangle CB1A1, C1B1A1. So, we have proved that if angle C is a new angle, what happens if the angle is not tuned? So, that you understand why it should be, if the angle is not tuned and I do the same, then you see that this C2C3 will not cross the angle, that will not get close. So, it doesn't work for a tuned angle, but probably the angle is fine. So, now we know how to find two vertices, if one vertex is not. And now the most, I don't know which part is most interesting, all the parts are interesting. So, we have a parallel triangle, a few triangles, ABC, and we can take, we can move any of the three points. So, how can we treat this piece? Well, let me, so here I think it's point C1, but now imagine that I take a point here, some point X, and I will move this point. And then for this point I know how to construct the triangle. So, I must reflect it here, here. Take these two reflections, X, B, X, B and X, C, U and M, and take this triangle. Now, this will be the minimum triangle, the shortest triangle for this point X, for this point X. Now I can move point X, and I have to move point X, so as to make, to choose the absolutely shortest triangle, to choose the point which gives me the shortest period. So, we can notice that this segment is equal to this one, this is equal to this one, so the perimeter of the triangle, X, B, X, B, X, C, X. The perimeter of the triangle X, B, X, C, X is equal to this segment X, B, X, C, right? So, I will move point X, and I want to find the position of X, such that this segment is the shortest. What do you think it will be? What will be this point? Where can I? What can we say about the triangle A, X, C, X, B, about this green triangle? Can you notice something interesting about this triangle triangle? What can we say about the triangle A, X, B, and C? What interesting things? It's equal to one half of A, X, C, X, X, B. This triangle is equal to one half of X, C, A, X, B, X. Ah, you mean, so you think that this triangle triangle triangle? No. You can see they are not, I don't know why you have this idea. In the figure we see that this triangle triangle are not the right triangle. No. But about this triangle, what can you say about it? Any good properties? Yes, isosceles. Yes, isosceles. You wanted to say that? Yes. 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 Right. What is it isosceles? Which side are important? Иссц. Принес. Принес. Смотрите, здесь у меня есть Иссц, а Исс по-насвенной потому что у меня существует... Эксц и Эксц are symmetric points therefore this sentence are reflections of one another. Иссц и эти тоже. Так что это что вы можете сказать о этом? Какие вы можете сказать о этом? О, и Эксц и Эксц и Эксц 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 Потому что эти ангелы равны, и эти ангелы равны. Итак, этот ангел имеет определенный уровень. Он не зависит от этого уровня. Он зависит от A. И этот ангел равен. Итак, все эти ангелы равны друг другу. Если я возьму другую ангелу, Y, и делаю то же самое, то этот ангел будет похож на А, Y, B, Y, C. А, X, Y на стороне ВС. Итак, у меня есть много социальных страниц. И я хочу выбрать один, который с длинной базой, X, B, X, C. Так что у меня много, много подобных трехводников, равновесие, как с длинным углом. И если будет точку X, я хочу выбрать такое из них, основание, самое короткое. Что для этого нужно делать? О, прямо на стороне. Еще. На этот раз твой любимый прием так раз работает. Да. Да. Отношение с дамом наших треугольников постоянное, потому что они все подобные. Да. Да? Так. 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 Вдохновение, если я делал это длиннее, то я должен сделать это динозаван. Да. Так, мы делали рачесу основания, но рачесу руководства. Удохновение. Но длинная часть равна H, так что H должен быть длиннее. Да. Когда длиннее? Препендикул. Это был один из двух моментов, где перпендикулы были хорошие, но вы сказали, что мин-поинт, и по центру, и только по центру, и по центру, и по центру. Итак, мы выберем вот этот момент, и это будет действительно точный момент, А1. И, если мы возьмем еще один пункт, не основной базы, а ноги, то периметр будет больше, потому что маленький периметр для этого пункта в этом пункте, то есть этот пункт. И этот пункт будет больше, чем периметр для А1. То есть, если взять другую точку на стороне А1, то периметр увеличится всего нашего рассудения. Если... Если вы хотите получить высокую точку на стороне А1, то вы забыли, то мы и снимем, и снимем с темным точку на стороне А1. Но мы можем сделать это же самое, начиная с другой стороны. Можно делать то же самое, если еще с другой стороны. И это будет показать, что короткий периметр будет для того, чтобы высотой высотой высотой. Итак, ответа к фаньяновому вопросу это преимущество, которое произведено на земле. Мы взберем их. И это решение к фаньяновому вопросу. И в то же время это объясняет. Мы можем сказать, что это преимущество. Этот преимущество, по-моему, называется ортский преимущество. В русском языке это орто-тревухой. Орто-тревухой. Орто-центрное точка встречения. Орт означает орт. Орт означает орт. Орт означает ортогональный, значит прямо уходим. То же самое. Это синориум. Вот с вами говорили, что ГОН значит угол. А вот прямой. Или например. Какое еще вы знаете слово, которое используют корень ГОН? Ортодоксальный? Совершенно верно. Ортодоксальный. Значит, отодоксально, значит, православное. Отодоксальное, это патричное. Смотри, это патричное, отодоксальное, то есть по-русски православное. Ещё есть такое слово «отопеть». Знаете? Что делать на татетке? Он не работает. Он не работает, он упрямляет. Так, это патричное треугольное. Те, это патричное треугольное. Те, что он имеет маленький периметр, из всех периметра. Это хорошо результат, чтобы закончить нашу классику. И я надеюсь, что вы получаете много успеха. Я вам дам немного литературу. Здесь я вам дам ссылку для маски, где вы можете download это или использовать это в ЛИИ. И я вам дам вам контакт. И он помогает мне проехать. Я вам дам вам немножко. Вот когда мы находимся в ЛИИ. Это будет какой-то крылья, и вы увидите, что мы делаем, используя маски, и я думаю, что вы знаете название этого крылья, поэтому мы будем использовать это. Окей.